Друзья, всем привет! 6 марта на дворе и прямо сейчас вы увидите независимый эксперимент в отношении одного из официальных дилеров Toyota. Напоминаю кратенько, ранее я загонял автомобиль в независимый автосервис, мне сделали полную диагностику ходовой части и было выявлено немного несущественных нареканий. Но для кого-то они показались существенным, ссылка на этот ролик будет на канале. Напоминаю, 2013 год, Camry 3.5, я третий владелец ПТС. С автомобилем было несколько легких, ДТП, все это отремонтировалось по каске. То есть автомобиль не был намотан на столб, он не участвовал в ДТП с КамАЗом. Это действительно все происходило по мелочи на парковках. То есть машина с точки зрения кузовщины живая. Вчера, 5 марта, занялся вопросом, где пройти обслуживание. Звоню на МКАД в Тойоту, говорю, так и так, нужно сделать диагностику автомобиля. Купил, ничего не знаю, хочу понять, стоит ли что-то вкладывать или не стоит. Переводит на сервисмена, он мне заряжает 10 тысяч за полную диагностику. Я спрашиваю, а что в эти деньги входит? Ну, все входит. Я говорю, ну что все-то, можешь искать? Ну, диагностика подвески входит, рулевого, проверка тормозной системы. Говорю, за десятку, а подешевле-то ничего нету. Он такое ощущение, как жвачку жевал такой. Да не, ну что, за 2000 можем там тебе подвеску глянуть. Соответственно, я его культурно послал. До свидания. Как бы, ну, хамить я ни с кем не собираюсь, спорить тоже. Позвонил другим товарищам, 3500. За все то же самое. Кузовщину никто не смотрит, мы по кузовщине ничего не скажем, поэтому только диагностику. Ну, хорошо, хотя бы просто буду знать. Скидки есть, скидок нет, но в итоге 500 рублей доскинули. То есть, 3000 рублей сейчас сделают полную диагностику, дадут чек-лист, расскажут, что нужно по машине сделать. Я думаю, все, кто смотрит YouTube, все, кто смотрит автоканал, уже знают, что сервисменам и вообще официальным дилерам доверия никакого нету. Вот мне периодически пишут, люди рассказывают такие дурные истории. Когда человек, например, купил машину, а ВИН-номер автомобиля по какой-то причине забыли внести в базу. То есть, он приезжает к дилеру покупать запчасти, допустим, или того пройти, они вбивают ВИН, официальный дилер, а в их базе машина не числится. И мы начинаем предлагать о том, что, ну, вы найдите такую же машину в такой же комплектации, возьмите у нее ВИН и с ним будете жить. Другие же люди приезжают к официальным дилерам, ТО сделали, но на самом деле вообще ничего не делали. И вот этот товарищ Сумкада, который за 10 тысяч хотел 4 часа работать с машиной, вы сами прекрасно понимаете, 2 часа наставил его где-нибудь на паркинге, потом бы ее помыли бы, вышли бы, за 10 минут осмотрели ходовку, нашли бы наверняка что-то, сказали, вот это, это, это надо менять, дали бы мне прайс там на 30-40 тысяч рублей, вон там касса, иди оплачивай, будем делать. В общем, поехали к дилеру, а после этого будем делать выводы, посмотрим, что нам они расскажут. Погнали! К слову о кузовщине, сами прекрасно понимаете, что сегодня, покупая новый автомобиль, даже у официального дилера запросто можно нарваться, когда автомобиль был крашен, но вам об этом никто ничего не скажет. Более того, дилеры даже прописывают отдельный пункт в договорах, где оставляют за собой право на незначительный ремонт, и вас об этом не извещать. Что я предлагаю? Сейчас сам активно лазаю по Е-каталогу в поисках толщиномера. Цена вопроса невысокая. Вот на Е-каталоге что удобно? Заходим, пишем, например, толщиномер. Не толщинометр, не толщиметр, а просто толщиномер. И получаем сразу предложение по ценам, вилку, то есть чем удобно. Зашел и сразу понимаешь, что, ну, самый дешевый, допустим, 1 930 рублей, самый дорогой, я вот полазил, посмотрел, до 35 тысяч доходит, ну, это профессиональный. Я же найду за 2-3 тысячи рублей, куплю его, будем снимать тачку, например, корейцы, японцы, немцы, быстренько пощелкали толщину лакокрасочного покрытия, и вы уже будете представлять, в каком оно состоянии должно быть, если будете покупать новую машину. И вообще рекомендую полазить по Е-каталогу, вдруг вам нужен какой-то товар, автоаксессуары, просто пишите название и получаете вилку по цене. Вы уже будете представлять, сколько минимум, сколько максимум. Возможно, вам это будет полезно. Подборку на Е-каталог вставляю в описании, зайдите, посмотрите. Я когда читаю комментарии, знаете, иногда такие прикольные вещи пишут, ну, смешно, ржу. Ты рыжий, рыжий, и при монтаже я вижу, что цвет волос прям реально рыжий. Все почему? Камера настроена на теплые тона. И когда мы снимаем, вот иногда прям цвет волос становится рыжеватый. У меня есть братишка, живет он в Барнауле, сводный братишка, он вот прям вот чисто рыжий, у него еще усы вот такие рыжие. Скоро он приедет ко мне в гости, он говорит, давай снимем, Диман, прям так хочу что-нибудь заснять для Ютуба. Он такой угарный тип, я его возьму обязательно в кадр. Он очень сильно хочет с вами пообщаться. Друзья, дождитесь, он приедет, это просто будет нечто. Как обычно, происходит перемещение во времени, мы уже находимся на месте. Я выбрал официального дилера Тойота Коломенска, где мне сейчас за 3000 рублей сделают, по идее, все то же самое, что мне сделали в сервисе за 600 рублей. Ну посмотрим, возможно, что-то интересненького найдут. Вот так вот, среда, час дня, все толкаются, а я иду расследование проводить независимое. Значит, оперативно докладываю. Машину я сдал, человек вышел, смотрел, сразу увидел газ, увидел то, что антифриза меньше минимума. С товарищами, которые устанавливали газ, я связался, повестил, в общем, завтра к ним съезжу, пусть посмотрят, что там и с чем это связано. В общем, все, машину забрали, сейчас ждем. Попросил их сделать оценку по трейдину, послушаем, что озвучат, какую дополнительную скидку при этом сделают на новый автомобиль. Тем временем, мы с вами сидим в новой Camry 3.5. Цена этого автомобиля на сегодняшний день 2 миллиона 530 тысяч рублей с учетом окраски в белый цвет, в белый перламутр. Компьютер, раз вводит еще компьютер, мы сделаем список, а этот небольшой. Значит, могу зачитать. Болтается крышка подлокотника, знаете, наверное, уже. Ну, да. Не освещается селектор АКПП, парк, задний драйв, не подсвечивается прикуриватель пепельница. Левая подсветка госномера не горит, это диод стоит. Два габарита в крышке багажника, левый и правый не горят. Задний и правый габарит в крыле не горит. Она одна лампочка, он же стоп, двухнити. Сломан демпфер к бардачкам перчаточного ящика. Сломана крышка фильтра салона, то есть за бардачком, где находится фильтр салона. Нет антифриза в расширительном бачке, там меньше минимума 10 следов антифриза на тройнике к газобаллонному оборудованию. На врезке, да? К коллектору, да, вот этому. Вот, возле тормозного бачка. Тройничок есть, там прям розовые следы, прям видно. Течь масла из-под клапана VVTi, левой клапанной крышки. Вот, если снять декоративную пластику, видно, что там довольно-таки сильно в масле все запотел. Так, грязная дроссельная заслонка, чисто рекомендуется. Втулки заднего стабилизатора рекомендуется замена вместе со стабилизатором. То есть замена втулок уже не поможет, то есть сам стабилизатор уже тоже изношен металл. Так, так, так. Легкое закутевание сальников приводных валов, то есть на коробке. Вот, то есть левые, правые приводные валы. Течи нет, просто так, кроватенькие следы. Так, течь из-под заглушки привода спидометра на коробке, колечко резиновое там меняется. Нет скрепунов и противостритных пластин на всех тормозных колодках, кроме заднего правого колеса. На заднем правом колесе на суппорте колодка есть. Задние тормозные диски очень давно уже, видимо, вышли из своего допуска по толщине. У них толщина 7,7 по факту, минимум 8,5. То есть уже меньше минимум. Колодки спереди-зади по 6 мм, то есть в районе 50%. Остатуты есть. Аккумулятор 9,8 В, минимум 9,6. То есть аккумулятор что-то слабоватенький. В принципе, все осталось. Значит, еще компьютерную сделать. Трэд-ин оценили примерно, ну, максимум 750. 750, а при этом никакая дополнительная скидка идет по данному. Это надо просто продавцами разговаривать, смотря какая машина. Я понял. Все тоже 6 марта, а такое ощущение, как будто настал совсем другой день, солнышко. Друзья, вот сейчас присаживайтесь поудобнее, мы сделаем с вами выводы. И я вам сделаю, так сказать, ход конем, особенно для всех тех, кто сейчас потирает ручки такие. Знаете, ну, 5% есть такие на канале, которые вечно всем недовольны, хотят, чтобы блондин вляпался. Но сейчас вам блондин расскажет, как из любой ситуации, выйти победителем. Значит, оценка дилеру 4 балла. Объясняю, почему. В принципе, все то, что происходило с автомобилем, все, что есть с автомобилем, они назвали. Даже было такое ощущение, как будто реально посмотрели ролик. Некоторые такие нюансы, тонкости, прям все, что мы там перечисляли, все перечислили. Но, по факту, подняв автомобиль на подъемник, если действительно его осматривая, все это можно будет выявить. О чем мне сказали? 100% не сделали и не проверили давление в шинах. Потому что вот это колесо, правое и заднее, они слегка приспущены. Я это 100% знаю, проверял. Сейчас давление 2.1, там везде 2.3. Ничего не сказали про отсутствие катализатора и то, что другая стоит прошевка. Все остальное, что они перечисляли по списку. Вот эти лампочки, фигампочки. Ну, вы же сами прекрасно понимаете, лампочку поменять в габаритах, она стоит 20 рублей. Не 20 тысяч, 20 рублей. Кольцо-уплотнитель, это стоит 35 рублей. Не 35 тысяч, 35 рублей. В общем, все по мелочи. При этом они назвали несколько существенных таких моментов. Например, тормозные задние диски. Вот их, например, надо менять с их слов. И при этом автомобили оценились сначала в 750 тысяч рублей. После того, как я пришел в трейд-ин, посидел, потолкался, ну, 800 тысяч заберем. Далее, я отправился к руководителю отдела продаж. Он, ну, я просто выложил в этом салоне неоднократно, я его знаю. То есть, он меня не узнал, но я его знаю. Он то ли старший менеджер, то ли руководитель отдела продаж. Он мне сказал так, что если сегодня, например, там, или завтра, или в течение месяца скидываешь этот автомобиль в течение марта на новую Camry, допустим, за 2 миллиона рублей комплектация, плюс дадим тебе 100 тысяч рублей скидку. Итого уже 900 тысяч рублей. И я сейчас прям вижу, как некоторые скажут, ремонт тебе насчитали на 100 тысяч. Друзья, вот это вот все сделаю за 10 тысяч рублей. Вот давайте поспорим. Кто не согласен, прям в личные сообщения пишите. Загоню в тот же самый сервис, где был с вами. И там все это сделаю в десяточку. Вот отвечаю, прям по списку пройду. Все это эти лампочки, подлокотник там шатается, не работает. Вообще пофигу. Коробка в исправном состоянии, двигатель в исправном состоянии, походовой нарекания мизерные. Вы должны это понимать. Зачем я вам это вообще все снимаю, рассказываю. Вот ладно я, я там в один сервис приезжаю, в другой, в третий. Мне нравится этим заниматься. А кто-то, например, заедет, ему список выкатят, он скажет, офигеть. Когда я задал вопрос менеджера, а что так дорого, типа 100 тысяч, ну нифига себе. Он говорит, ну это больше там работы, сами понимаете, мы официальный дилер. Потому что по материалам все стоит условно копейки. То есть в 30 тысяч рублей здесь материалов, это если тормозные диски, подчеркиваю, брать. Дальше 900 тысяч рублей. Кто-то писал, что вот предпродажные видео пошли, то что ты Camry хочешь нам впарить. Никому из вас я ничего впарить не хочу. Более того, даже если ты захочешь ее купить за миллион. Вот так вот, объясняю. Заезжаю к дилеру Nissan, говорю, ребята, сколько? Они также скажут рублей 800. Но при этом дополнительную скидку по трейд-ин Nissan делает 300 тысяч рублей. Мне этот Nissan нахрен не нужен. Но у отца 2 августа этого года, юбилей, 50 лет. Ему Nissan Murano очень даже нравится. То есть я купил тачку за лям, я на ней катаюсь, я на ней зарабатываю, я на ней экономлю по бензину, потому что езжу на газу. Проходит год, я зарабатываю денежку с проекта по газу, раз, сэкономил на топливе, два. Вкладываются по ней, ну я что, дурак, что ли? Мне вот зачем это нужно? Зачем мне нужно менять тормозные диски задние? Если я их могу реально просто подточить и ездить дальше. После чего я скидываю машину, покупаю новый Murano, допустим, дарю его отцу. И просто выхожу победителем. Ну вот вы что скажете по этому поводу? И вот к чему я это еще раз подчеркиваю рассказываю. Для того, чтобы вы понимали, что в любой ситуации всегда есть выход. Главное смотреть, главное пользоваться опытом других людей. Не примите за какой-то пафос. Чиниться, обслужиться у официалов, ну вы понимаете прекрасно, 100 тысяч за то, что можно на стороне даже условно с дисками, со всем этим дерьмом в тридцатку вложиться. Ну, 70 тысяч рублей останется в кармане. Очень жалею о том, что не стал записывать на диктофон финальную встречу с менеджером, когда он уже все подписывал, выдавал мне документы. Потому что, честное слово, просто придется поверить на слово. Он сам даже сказал то, что если бы машина изначально постоянно обслуживалась бы у дилера, например, или в сервисе регулярно и все делали сами люди, такого бы не происходило, если бы, опять же, подчеркиваю, не экономили. Вот, допустим, крепление салонного фильтра. Вот они сломаны. Все почему? Ну, вы должны понимать, да? Рукожоп полез сам менять фильтр. Видимо, было неудобно. Видимо, психанул, дернул, сломал пластмасску, все, он не работает. По пробегу ничего толкового не сказали, ошибки проверили, ошибок никаких нету. Значит, он, человек, который осматривает трейд-ин, пользуется всеми теми же самыми приложениями. И автокодом, и инфоботом каким-то, и номер граммом. Номер грамм, кстати, это то приложение, не реклама, вот просто полезно. Номер забиваешь и можешь посмотреть, там, выкладывался ранее автомобиль на продажу, с каким пробегом. Вот эта тачка выкладывалась пробегом первый раз 150 тысяч, видимо, не пошла, скинули до 116. Но, подчеркиваю, друзья, по технической части, вот не оправдываюсь, если бы хотел, сами понимаете, все бы вырезал, все попрятал бы, оставил бы только там. Ну, лампочку нужно поменять, ту лампочку нужно поменять, ну и все, в принципе. И сказал бы, ребята, в хорошем состоянии. Делаю все честно. Касаемо врезки с газом. Сейчас я про это говорить не буду, потому что сегодня 6 марта, завтра 7, в 10.00 я буду в Люберцах, там, где ставили газ. Я людей известил, говорю то, что все говорят, то, что херово врезка, не может такого быть, приезжай, будем разбираться. Вот в четвертой серии про газ я вам расскажу, что с ней происходило, либо же подписывайтесь на инстаграм нашего канала, я сделаю публикацию. В ближайшем, когда выйдет ролик, вы уже все узнаете. Зачем я вас буду кормить завтраками, вот через неделю расскажем, когда мы просто можем с вами сделать перемещение во времени. Сегодня, 7 марта, мы находимся в Академии ГБО, тот самый сервис, где я устанавливал газобаллонное оборудование. А вместе со мной Сергей, руководитель данного автосервиса. Серег, приехал к одному, приехал к другому, ну к одному сервису, к другому сервису, все говорят, херово поставили, вытек весь антифриз, комментируй. Твоя работа, твой сервис, рассказывай, что было не так. Были небольшие подтеки на врезке фтосол для подогрева редуктора, но там вообще реально капельки. Подтеки с чем связаны? Подтеки связаны, значит, стоят червячные хомуты. И вот в связи с этим, что ты, с твоей проблемой, вчера я именно принял решение ставить уже не червячные хомуты, а зажимные будем ставить. Они дорогие, но, блин, качество для нас важно. С червячными хомутами иногда в реальности происходит проблема, из-за того, что если шланг дубовый, он не может уже поджать и начинать небольшие потеки. Далили в реальности там 150 грамм, то, что они там говорят, там вытек весь антифриз, но это все бред. Ну, все, так и говорят, что все вытекло, все, сейчас, скорее всего, сейчас взорвешься через 5 минут. Да нет, здесь все хорошо, все прекрасно, именно вот проблема, да, она есть небольшая. Друзья, отмечу, что гарантия распространяется, ни в коем случае не пытаюсь Серегу защищать, но приехал, вот, пожалуйста, все далили, посмотрели. Естественно, денег не берут, даже если бы нужно было там и 5 литров залить, то есть все на их совести, поэтому имейте в виду, вот, казалось бы, мелочь, хомута надо было подтянуть, но, тем не менее, вот, утечка произошла, решили, будем продолжать, будем по-честному снимать и рассказывать, что будет происходить дальше. Подводим итоги. Значит, все то, что они сделали за 3000 рублей, я узнал за 600 рублей. Друзья, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на инстаграм нашего канала, пишите ваше мнение в комментарии, что вы думаете по этому поводу. В любом случае, я считаю, что наши видеоролики немножко до полезных. До новых встреч, всем пока-пока.